МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Этот новый девайс представляет собой одновременно и лазерную мышь, и геймпад. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы расскажем об управлении в Трекмания Нейшнс. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете кседлями игры по дисциплине Трекмания Нейшнс. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Один из основателей Близзард Франк Пирс подтвердил, что планы по выпуску StarCraft Ghost все еще актуальны, и игра будет закончена. Эта игра планировалась как тактический экшен от первого лица для видеоконсолей. О начале ее создания было объявлено еще в 2002 году, но в марте 2006 разработка была приостановлена. Однако сейчас разработка продолжилась. В рамках нового сезона Кубка нации по Counter-Strike 1-6 назревает громкий скандал. Недавно с Кубка был исключен один из фаворитов всего турнира – сборная Финляндии. Две красные карточки этой сборной стали следствием Silent Run в матчах против Норвегии и Словакии. Команда забанена с текущего розыгрыша. Правительство Великобритании утвердило закон, карающий пользователей, занимающихся нелегальным скачиванием различных программ, музыки и игр. Мерой наказания будет отключение пробенившихся британских граждан от интернета. Согласно статистике, в настоящее время на территории Туманного Альвена порядка 6 миллионов людей занимаются пиратской деятельностью, из-за чего издатели различных продуктов теряют миллиарды фунтов стерлингов ежегодно. 17-летний литовский игрок Романс Луус Римкус решил покинуть свою команду Serious Gaming, изначально сославшись на недостаточную мотивацию и сделав заявление об уходе из киберспорта. Однако спустя некоторое время его ник появился в составе команды CFGBase, где у игрока достаточно много друзей. Луус присоединился к Serious Gaming несколько месяцев назад, после ухода из IES Virtual Gaming. Этот талантливый игрок за прошедший год добился больших результатов. Добро пожаловать в школу виртуального спорта! Сегодня мы поговорим об управлении в Trackmania Nations. В Trackmania школе мы уже много говорили о различных приемах и езды, но применить их не удастся без правильного управления машиной. Хорошо ездить можно как на клавиатуре, так и на геймпаде. Стандартно назначенные клавиши управления на клавиатуре не подходят для выполнения заноса и других технических приемов, часто бывает необходимо одновременно нажимать на газ и тормоз. Поэтому, по опыту профессиональных игроков, лучше переназначить тормоз на клавишу Shift, что обеспечит вам свободу управления. Большая часть игроков в Trackmania Nations играет на геймпаде. Обычно для управления используется левый аналоговый стик, а для газа и тормоза кнопки 1, 2 или 3, 4. В случае использования геймпада важно правильно настроить параметры чувствительность и мертвая зона. Первый параметр влияет на то, как сильно машина будет реагировать на наклон стика. Попробуйте несколько вариантов и выберите наиболее удобный вам. Большинство геймпадов не обладают идеальной балансировкой даже в новом состоянии. Это выражается в том, что машина начинает отклоняться от прямолинейного курса, даже если вы не касаетесь стика. Чтобы исправить этот недостаток, следует увеличить параметр мертвая зона так, чтобы машина не отклонялась. На этом все. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Смотрите далее. Появилась новая ультратонкая клавиатура с подсветкой. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями игры по дисциплине Trackmania Nations. Представляем обзор киберспортивных девайсов. MicroStar International выпускает новую видеокарту GeForce 9600GT. Согласно обнародной информации, производитель намерен вывести на рынок еще три новые видеокарты, работающие на стандартных частотах 650, 1625 и 1800 МГц. Корпорация Western Digital объявила о выпуске новой модели портативного накопителя My Passport Essential с интерфейсом USB. Дизайн устройства перекликается с очертаниями внешних накопителей популярного семейства MyBook. Его без труда можно уместить в кармане или в дамской сумочке. Программа Western Digital Sync упрощает синхронизацию с портативными накопителями. Также возможно без проблем воспользоваться личной информацией, хранящейся в программном пакете Microsoft Outlook на компьютере. Genius Navigator 365 представляет собой одновременно и лазерную мышь, и геймпад. В сложенном состоянии пользователи получают привычный манипулятор с разрешением сенсора 800 или 1600 DPI, которым удобно пользоваться в повседневной работе. Когда же владелец Genius Navigator захочет развлечься, запустив аркадную игру или платформер, то мышь примет форму джойстика, напоминающего решения, используемой компанией Nintendo в ряде своих продуктов. На российском рынке появилась новая ультратонкая клавиатура с подсветкой производства Gamebird. Клавиатура имеет сразу несколько преимуществ перед своими более дорогими и именитыми собрателями. В клавиатуре использована технология лазерной гравировки клавиш, при которой свет проходит сквозь контуры символов, благодаря чему подсвечиваются сами буквы, а не клавиши целиком. Эта ее особенность заметно упрощает работу в темное время суток, в условиях недостаточного освещения. Сегодня нам предстоит увидеть игру в дисциплине Trackmania Nations. В финале встретились четыре игрока Гном и Молот по сетке виннеров, а также Ромка и Гэмбл, прошедшие по сетке лузеров. Еще до начала турнира фаворитом считался Гном, имеющий высокие достижения и большой опыт игры. Итак, в заезде участвуют Владимир Кудрявцев Гном, 22 года, Михаил Кувшинов Молот, 22 года, Роман Волобуев Ромка, 19 лет, Александр Свирский Гэмбл, 17 лет. Первая карта. Итак, начинается первый заезд финала. Некоторые игроки сильно волновались, что не замедлило сказаться на результатах. Уже на 15 секунде Гном касается борта и отстает, но совсем скоро Ромка ударяется о стену и пропускает Гнома вперед. Тем временем на первое место выходит Гэмбл. Его вплотную преследует Молот. Не совершив ошибок, оба пилота в таком же порядке и финишируют. На третьем месте приехал Ромка, обогнавший в самом конце Гнома из-за ошибки последнего. Начался второй раунд. С самого начала вперед немного выходят Гном и Ромка. В коварном повороте ошибаются Гэмбл и Молот. Причем Молот лишь немного теряет скорость, а Гэмбл при приземлении вылетает за пределы трассы и выбывает из гонки. В середине заезда Гном обходит Ромку и сохраняет лидерство до финиша. В третьем раунде пилоты собрались и очень долго ехали плотной группой. Причем впереди с небольшим преимуществом шел Ромка, а замыкал пилотон Гном. Уже ближе к финишу Молот ошибся, заехав в яму, и его обогнал Гном. А Гэмблу удалось выйти на первое место после ошибки Ромки при спрыгивании с платформы. На финиш первым приехал Гэмбл, далее Гном, Молот и Ромка. Вторая карта. Начинается первый раунд на второй карте финала. Ромка выходит вперед, но после помарки его проходят Гэмбл и Гном. Вскоре Гном удается расправиться с Гэмблом, но две ошибки у самого финиша отбрасывают его лишь на третье место после Ромки и Гэмбла. Молот вообще не доехал, перевернувшись при прохождении поворота. Уже через считанные секунды Гэмбл врезается, полностью теряя скорость. Гном долгое время идет на первом месте, но ближе к финишу ошибается, и его проходит Ромка. В таком же порядке они и финишируют. На третьем месте приехал Гэмбл, обошедший Молота благодаря очередной ошибке последнего. После третьего раунда, который выиграл Ромка, начинается последний четвертый раунд на второй карте. С самого начала Ромка и Гном борются за первое место, но Гэмбл с Молотом отстают совсем немного. На протяжении всего заезда не было явного лидера, но все-таки ближе к финишу Гному удалось вырвать первое место. Далее финишировали Ромка, Гэмбл и Молот. После второй карты первое место между собой делят Ромка и Гэмбл. У них по 59 очков. На третьем месте Гном 52 очка, и на четвертом Молот 38 очков. Третья карта. Начался первый заезд на третьей карте финала. С самого начала за лидерство борются Гном и Ромка. На 37 секунде заезда Гном после своей помарки пропускает Ромку вперед, но сохраняет второе место. Казалось, что пилоты так и финишируют, но Ромка в свою очередь совершает серьезную ошибку, пропускает Гнома и вплотную подпускает Молоте, с которым борется до самого финиша. Но все-таки перед финишным створом выходит на второе место. Перед началом последнего заезда на третьей карте Гэмблу было необходимо обойти Гнома и при этом финишировать первым или вторым, чтобы занять второе место в турнире. После начала заезда Гном немного ошибается и откатывается на последнее место. Тем временем Ромка становится единоличным лидером и никого не подпускает до самого финиша. Гному удается взять себя в руки, он проходит молото и навязывает борьбу Гэмблу, но обойти его не может. Помог сам Гэмбл. Досадная ошибка у самого финиша и лишь третье место. По результатам заездов на трех картах были пощитаны очки и определен победитель. Им стал Ромка. Второе место занял быстрейший пилот турнира Гном. В этот раз ему немного не хватило стабильности. Зато в ходе заездов был побит мировой рекорд на одной из трасс. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Новые уроки школы виртуального спорта.